В очередной раз обвиняемому в подготовке покушения на нардепа Алексея Гончаренко и общественника Сергея Гуцелюка продлили срок содержания под стражей. Подробности в материале Ксении Терзи. Продлить или не продлить, ходатайство подали обе стороны. Судьи склонились на сторону потерпевшего и приняли решение, что обвиняемый на злымов останется под стражей. Защита мужчины требовала его освобождения, так как все доказательства рассмотрены. По мнению адвокатов, содержать под стражей Виталия Назлымова бессмысленно. Я полагаю, что на сегодняшний день, когда нет достаточных оснований говорить о причастности Назлымова к данным составам, есть все основания для изменения ему меры пресечения, тем более, что подходит к концу тот срок, на который продлялось ему содержание под стражей. Кроме того, для чистоты судебного процесса Виталий Назлымов требовал провести закрытое заседание. Он считает, что пресса влияет на судей. Я подавил письменное ходатайство о том, чтобы из зала заседания убрать все кинокамеры. Виталий Назлымов намеренно затягивает судебное заседание для того, чтобы срок содержания под стражей подошел к концу. Также обвиняемый угрожает свидетелю. Об этом заявила сторона потерпевшего. Сторона обвинения разными ухищрениями пытается обелить своего подзащитного. В том числе и используя такую систему, как свидетель, который не явился сегодня. Виталий Назлымов подозревает в покушении на жизнь нескольких человек и организации террористического акта. Кроме того, мужчина обвиняется в попытке создания так называемой Одесской народной республики. За дальнейшим развитием событий будут следить Ксения Терзи, Вячеслав Лаштаба и вся Думская ТВ.